В МГУ имени Огарева стало известно, кто смог заполучить заветные бюджетные места на обучение. Первые приказы о зачислении уже вышли. В этом году в университет поступили уже 1855 абитуриентов, что на тысячу больше, чем в прошлом. Всего на бакалавриат и специалитет планировали зачислиться более 19 тысяч человек из 75 регионов России. В целом, компания прошла успешно. У нас есть небольшой набор, всего лишь на две программы. Дополнительный набор – это радиоэлектронная система и комплекса, и теплоэнергетика, и то по нескольку мест. Поэтому тот, кто еще не определился или вдруг не прошел какие-то университеты, то, пожалуйста, подавайте скорее на эти программы. Уже традиционно самыми популярными направлениями стали юриспруденция, где 40 заявлений на место, правоохранительная деятельность – 33, и стоматология – 51. Но есть и изменения. В этот раз начал расти спрос на специальности лингвистика, перевод и переводоведение. Ректор заявляет, что подготовка у абитуриентов высокая. Средний балл продолжает расти. Среди поступивших есть 8 стобальников. Четверо из них решили связать свою жизнь с медициной. Также высшее образование получат дети и родственники бойцов специальной военной операции. Более 60 человек уже зачислены. В ряде направлений подготовки у нас удалось привлечь очень мотивированных и хорошо подготовленных абитуриентов. Во-первых, это важнейшее для нас направление подготовки, связанное с реализацией научных проектов в области биотехнологии и медицины. Поэтому прикладная химия, фармация – у нас мы видим очень значительный рост. И проходной балл по прикладной химии, например, вырос на 50 баллов по отношению к прошлому году. Это значит, что пришли абитуриенты, которые действительно имеют очень серьезный уровень подготовки по химии, по биологии, по профильной математике и порядок других дисциплин. Также проходной балл увеличился и по направлениям формации, и по специальностям аграрного и экономического институтов. Приемная компания все еще продолжает работать. Набор на среднепрофессиональную подготовку, магистратуру и на платные программы. Ксения Бебенова, Евгений Фролкин. Наши новости.